МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Будем смотреть кино со своими актерами. Здравствуйте, вы смотрите программу ГУРОД ТЭС, с вами Мариана Мирная. В гостях у меня сегодня, можно сказать, уже опытный киноактер Наталья Ионова, Сергей Ведрашко. Привет. 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 Слушайте, продал мне вас на одной из прошлых передач Валерий Викторович Гришко, который сам летом снимался и вас, собственно, пристроил. Рассказывайте, куда пристроил, что за проект. Потому что, я так понимаю, один проект был, в котором вы оба приняли участие. Да, да, да. Ну, в общем, повезло нам так в нашей театральной жизни, что мы, в общем, попали еще и в кино, и теперь наш диплом оправдал себя. Название нашего диплома, да, «Артист драмтеатра и кино». Да, теперь мы попробовали все. В общем... Кроме рекламы. Да. В общем, нам повезло в том, что этим летом... У нас есть движко. Да. Этим летом мы попали действительно в проект, в... Не сериал, это двухсерийный молодежный мелодраматический фильм. Название есть? Хотя бы рабочее у него или еще... Такое, такое пафосное название называется, значит, это наше все. «Блестящий жизни лепесток». БЖЛ. Очень интересно. БЖЛ, да. Как вообще... То есть вы планировали это? Или вам Валерий Викторович вот позвонил и сказал, что, ребят, есть возможность? И вы вот срывались, поехали. Как процесс вообще шел? Нет, на самом деле сценарий был еще год назад. То есть как бы очень давно. И я помню, что мы писали, мы отправляли какие-то наши пробы. Тогда еще давно-давно-давно. Вот. Но потом сказали, что там что-то какие-то проблемы с финансированием. Какие-то там перипетии начались. И сценарий... Правиться в Морлосе? Да, сценарий переписывали. В общем, все это так... Все. Вот. А летом звонит Валерий Викторович и говорит, они возобновили. А наши пробы были уже отправлены. Вот. И вы подошли. Да. Так, ну я знаю, что роли у вас были разного плана понятны. И разного количества. У Наташи побольше, у Сережи поменьше. Да, Сережа, давай тогда с тебя начнем. Что это был за эпизод? Один был съемочный день. В общем, еду я в автобусе по Москве. Звонит Валерий Викторович, говорит, так, Сережа, там скоро, в общем, тебе пришлют сценарий, будешь сниматься в кино. Вместе со мной и с Наташкой. Я думаю, о, ничего себе, наконец-то. Вот. Прислали, значит, сам Валерий Викторович прислал сценарий годовой давности. Вот. Я там все выучил. Пришел на пробы к режиссеру в Дом кино. Вот. Он говорит, ну, давай, вот, я буду тебя снимать на телефон, ты вставай там и, в общем, там что-то выучил, все. Я, значит, начинаю говорить текст. Он говорит, подожди, подожди, это не то. Я говорю, как не то? Вот у меня список, все выписал там себе. Да нет, это старый сценарий, еще там у тебя там вообще все поменялось. Там, правда, там все переделали. Я говорю, подождите, а там была сцена интересная, где я там, ну, в общем, флиртую с одной девушкой у Фонтана. Он говорит, этого не будет. Я говорю, как? Как мне тут разница? Я отказываюсь. Я это, да. Я уже себе простроил, уже там думаю, как режиссер, что-нибудь подсказать, может, даже здесь там. Ну, в общем, да, и в итоге сократили мою роль, но в конечном счете эта роль досталась вообще другому, а мне вообще другая роль досталась. Да, вот так даже. Да. Некто коллега на заводе. Я там, в общем, маленький эпизодик, буквально там, ну, сколько, секунд 20 на сцене, вот где-то так. Но для кино 20 секунд это уже... На сцене, на сцене. В кино, мне кажется, 20 секунд это уже прям 20 секунд славы, да? Наверное. Ну, посмотрим. Нам тяжело пока судить, потому что мы не знаем, ну, как бы, что это. Что из этого вырежут, а что оставят. Да, ну, да, ну, меня-то оставят там вырезать. Да, там два кадра, то есть в одном мы стоим все заводчане стоим, слушаем директора, а в другом я стою там протираю какие-то детальки, ко мне подбегает главный герой, говорит, что там не говорит, я ему что-то отвечаю. Я его сейчас дословно не перескажу. Да, и все, вот. Ну, ничего, вроде так. Сережа, это успех. Это успех. Это уже, да, я думаю, мы будем ждать и говорить наш-наш. Наташа, у тебя роль была там чуть ли не вторая молодая женская как-то так, да? Что это за персонаж? Ой, ой. Как, что давалось? Ну, в общем, я так рассказывать не буду, потому что тогда будет неинтересно смотреть. Интересно, интересно. Ну, да, у меня интересная роль в плане того, что избалованная, такая богатая девица с богатым-богатым папой, Валерий Викторович. Валерий Викторович пришел, значит, у меня был второй мой съемочный день, и он приехал, у него был первый. Мы встретились такие радостные, а, ой, все здорово, здорово, но у нас так гримеры смотрят такие, что вообще происходит? Почему что? Папа, дочь, вы такие молодцы, вы так сработались, ну вот. Ну, потом мы рассказали, конечно, что вот это наш главный режиссер. Вот, значит, у меня богатый папа, у меня все есть, у меня все хорошо, а любви-то нет. Ну, как оно, как оно и бывает, да? Вот, то есть окружение богатые мальчики, а тут вот небогатый, но, значит, способный на поступки. А нам же девочкам что надо? Особенно тем девочкам, которых не купить поступки нужны. Ну, и, в общем, девочка влюбляется, девочка меняется, девочка взрослеет, успокаивается в плане своего безумия, ипотажа и прочего. Вот, а дальше, дальше начинается интересное, потому что тот человек, в которого она влюбилась, у него была невеста. Слушай, прям Санта-Барбара какая-то вообще. То слово, да, да, да. Переплетение судеб. Да. Понравилось? Очень. Да. Еще хочется? Да. Засасывает это кинопроизводство? Затягивает? Да, я попробую, попытаюсь объяснить, что это значит. Это в театре мы вот целый год, да, вот мы все вот там паримся, мы все друг друга знаем, а здесь люди, которые собираются на какой-то определенный отрезок времени, и, как сказать, так чутко друг друга все воспринимают с такой... Я не скажу, что у нас в театре все плохо, у нас хорошо. Нет, нет, это просто разные. Это просто разные вещи, да, там отношение какое-то другое, что ли, я не знаю, как сказать. Но это, насколько я понимаю... Страх того, что что сейчас будет, что сейчас будет. А почему страх? Если в театре ты вышел на сцену, и уже тут не будет, стоп, давайте еще раз, тут все на из чистого листа. Да, парадокс такой. Страх такой даже, не знаю, не то, что непрофессиональный, а какой-то вот, ну, мой личный, как человека, то есть незнакомые люди, я их не знаю, как... Все хорошо относятся. Да, ну, как бы... А ты не умеешь? А ну-ка, давай. У меня начиналось все. Первый съемочный день, мой первый выход на площадку, сесть на лошадь. Ну, я очень этого боялась. Второй сесть за руль. Второй сесть за руль. Нет, в один съемочный день. Сесть на лошадь и сесть за руль. Ну, то есть, ну, невероятно. Я переживала именно просто по-человечески. Какое будет отношение? Не будут ли говорить, что ты такая сякая, на лошадь сесть не можешь? Вот. И, конечно, нам повезло, что не отбили желание этого. Не замкнули. Не закомплексовала я там, не забилась и все. На сцене еще проще и легче, потому что мы знаем это все. Мы знаем, где зритель, мы знаем, как работать с партнерами на зал, допустим. А здесь камера стоит, ты же вот попробуй глянь туда, нельзя. Потом как ты вообще, как... Сейчас можно, глянь. Сейчас можно. Сейчас можно, да, зрителю привет передать, сказать, смотрите на сцену. А, я обещал им привет передать. Да. Потом был процесс, еще я знаю, озвучивание, да, и озвучание, как это правильно называется, поправьте мне. Озвучка. Озвучка, просто, да, прекрасным словом озвучка. Я просто сама не знаю, как правильно. Попадала, я знаю, что видела твои фотографии тоже в социальных сетях, именно в процессе этой самой озвучки. Получилось? Да, получилось. Но на короткие моменты получается быстрее, потому что у меня короткое предложение, я его слышу, запоминаю интонацию. Я начинаю там, и я начинаю здесь. А когда длинное, я вроде начинаю, а я уже ушла далеко. Ой, я уже не понимаю, что я, говорю, сама себя сбиваю. Но дяденька, который там работал, он сказал, что первый раз, он сказал, что он считает, что я вообще молодец. Вот. Почему я вас раньше в кино не видел, да? Ну, самое интересное было озвучивать поцелуи. Вот это тоже, да, пришлось делать. Ничего себе, ну-ка, рассказывай. Ну, Наташ, давай сейчас будем целоваться. Я говорю, что? Вообще, ну, поцелуй озвучивать, ну, а как ты думала? Я вообще об этом не думала. Я говорю, что делать? Режиссер говорит, ну, что, что, руку, бери, целуй. Я говорю, ты прикалываешься надо мной? Он говорит, я тебе серьезно. А там такое окно, я в наушниках, он мне через окно говорит, берешь? Ну, давай ее нацеловать. Я, Леша, ты издеваешься. А мне казалось, что они, ну, я же не знаю, и можно надо мной поприкалываться и говорить всякую ерунду, которую я буду выполнять, потому что я же не знаю, как надо. И вот, я беру там, целую эту руку. Он громче. Я к микрофону целую эту руку свою. А ты что не дышишь? Не забывай дышать. Слушай, я думаю, не с первого раза, да, получилось. Смех шел. Смешно было самому. Потому что ты сейчас рассказываешь невероятно смешно. Ну, нормально. Не справилась. Да, но я... Скажи, профессионализм, это дело такое. Первые мои поцелуи получались хуже, но они сказали, ничего, Дима придет на озвучку, он еще добавит. Слушайте, ну, замечательный, феерический такой опыт. Когда это все закончилось, какие ощущения были, вот, когда, когда вот режиссер сказал, все, всем спасибо, съемки закончены. Я уехал раньше на репетиции, поэтому... Но ты была, Наташка. Наташка была. Да, я была. Было очень-очень душевно. Все прощались, скидывали друг другу контакты, фейсбук. Вот. Пиршество, торжество. В киноиндустрии это называется шапка. Когда все заканчивается, у нас была чудесная шапка, вот, с песнями и танцами. Команда, которая с вами работала, да, с которой вы, точнее, работали наоборот. Есть ли какие-то наметки на то, что в дальнейшем удастся опять вместе поработать? Наташа, я знаю, что вот Валерий Викторович точно метит, что ты теперь пойдешь там дальше по дорожкам, этим кинодорожкам. Ну, было бы хорошо. Какие-то уже поступили предложения еще куда-то попробовать? Нет, пока нет. Ну, потому что... Ну, и режиссер молодой, у него все впереди, и поэтому он Наташку увидел. В кино бывают такие истории, что... Меня знает немножко. Когда режиссер что-то снимает, потом он в какие-то другие свои проекты приглашает артистов, с которыми он уже работал. Ну, это понятно также, и в театре такое тоже бывает. Потому что все равно это ты уже узнаешь человека, ты понимаешь, какие-то к нему ходы. Вот. Ну, не знаю, посмотрим. Жизнь-то она... Когда выход планируется? Вам-то, наверное, что-нибудь сказали? Ничего не сказали? Когда нам смотреть на больших экранах? Когда мы были там, сказали месяца через два. А я не спрашивала. Это будет кинопроект именно в кинотеатре или это телевизионный? Нет-нет-нет, это... Откроем завист тайны, да? Ну, это для телеканала «Россия». «Россия», да. Вот такая вот история. То есть нам в программке телеканала «Россия», да? Угу. Ну, это будет сериал «Выходного дня», это то, что идет с суббота-воскресенье. Угу. Две серии, да, я так понимаю? Да. Слушайте, ну и как после такого опыта было вернуться в родные пенаты и приступить к репетициям? Как хорошо. Того, что в году... Ну, прекрасно, с поезда домой сумки поставил и в театр. И на репетицию. Да. Конечно, ну, да, в родные пенаты, действительно. Чего сейчас делаете? Что репетируется? Я знаю, там что-то там... Два спектакля параллельно, да. Да, много там. Наташа опять взяла судьба на сцене. Да. Расскажи. Да, в общем, спектакль «Косатка» ставится Вячеславом Алексеевичем Гвоздковым. Вот, где я играю... Это Толстой. Репетирую пока князя. Да, это моя супруга. Нет. Нет? Маша. Ну, я хотел бы, чтобы она была супругой. Обещаю жениться, но вот как-то год мы так вот никак не можем прийти к согласию, да. Ну вот. А второй... Он не серьезный человек. В смысле, князь, не серьезный, да. Да, да, да. А второй – это «Старый дом» Казанцева, пьеса 60-х годов. Вот, ну, в общем, вот. Две таких пьеса. Слушай, а это нормальная история, что в двух спектаклях параллельно одновременно репетироваться? Ну, как-то у нас пока «Старый дом» приутих, вот, и «Косатка» в большей степени. Вот, как всегда интересно, как совмещаются. Вот летом, понятно, у вас был отпуск, вы съездили в Москву, да, Сережа, там чуть поменьше, Наташа, ты побольше. Я на все лето поехал к сестре. Ну, в Москве ты просто был сам по себе в Москве, я имею в виду съемочные дни, у тебя как бы было там немножко, Наташ, побольше. В году, как вы это делаете? Каким образом попадать на какие-то кастинги или на какие-то съемки, когда идет сезон? Я знаю, многие отказываются, кто-то, наоборот, работу бросает, уезжает в Москву и карьеру новую начинает делать. Вот, задумывались о том, как будете, вот, позвоните и скажут, приезжай, детка. Ну, я думаю, что вот, когда позвонят, будем решать, да, да, да. Вот, потому что у нас же сейчас век веселых всяческих технологий, можно же на электронку получить, там, сцену, на телефон ее записать и также по почте ее перекинуть, вот. Это в качестве кастинга, да? Да, в качестве проб, потому что такое тоже бывает. Мне кажется, наш вариант самарский. Что больше всего вот именно на съемочной площадке стало таким неожиданным? Вы думали, допустим, что это делается так, а оказалось, по факту, что иначе. С чем вот столкнулись вот прям вообще вот первый раз? Да как же так? Были такие моменты? Или все было знакомо, понятно и... Нет, ну вот у меня была, например, моя финальная сцена, и вот раз, так все проникновенно, проникновенно, слезочки потекли. Так, нет, все, тут камера не так пошла, значит, свет немножко не то, давайте тут перейдем. И когда это уже там десятый раз, и подходит гример и говорит, может, слезным карандашиком мы вам тут вот помажем? Я, что? Ну слезные карандашки. Я говорю, зачем он нужен, а что с него будет? Это ментол. А. И он вызывает... Раздражает. Да, 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 и как бы глазки красные, вот. Но я отказалась. Вы-то привыкли по-настоящему, да? Да, но с десятого раза ты уже хочешь, не хочешь, уже не случится. Вот. Вот места с поцелуями тоже вот очень интересно, потому что в театре зачастую обходятся эти моменты, да, и как-то там партнер разворачивает партнершу, и они делают... Делают вид, ну часто, в любом случае, это редко, когда там все по-настоящему. А в кино-то там прям по-настоящему. Да. Это странно было или не странно? Как для тебя это было? Я не знаю, мне кажется, у меня это был первый день. Слушай, тебе в первый день повезло, и мошки, и автомобили, поцеловаться, и все сразу. Да, и я была в состоянии аффекта. Ага. То есть первый день, тут он, значит, и подбегает, и поцелуй. Я, ага, так, все, раз, все. Нормально. Вообще, самое забавное было, когда мы сидели, целовались. Тут вот так вот люди, много. Вот так вот, там кто-то свет, кто-то это. Ну а ты вот, ну вот, и все ребята здесь. Как в таких условиях создается эффект реальности, когда мы смотрим кино, мы же не видим всех этих людей, которые обслуживали этот процесс весь, да, стоящие рядом. Как это все, как у вас это получается, артисты, как это делают, когда тут соседи, тут люди, тут свет, тут еще что-то? Они такие профессионалы, что их, ну, не ощущаешь. Они люди-невидимки в этот момент становятся? Наверное, я не знаю, что они делают, какие они там маги и волшебники и мастера своего дела, но я на них вообще не отвлекалась. То есть, насколько мне было от всего происходящего непонятно, но я в этот момент не думала о том, что там, когда мы уже все снято, и ты понимаешь, что, о, привет, вот вы все, вот. А кусочки рабочие видели сами, отсматривали как-то, давали вам посмотреть, что получилось на выходе? Ну, в момент съемок? Ну, да, ну, как бы вот заканчивается кадр можно посмотреть, плейбэк, это то, что вот только что отсняли, но я почему-то не смотрела. Да ты что, ты сила воли какая. Я не могла посмотреть. Ты тоже, Сереж, не смотрел? Почему? Я и кино вряд ли буду смотреть. Я просто подходила к ребятам и говорила, ну, что, там нормально все, я как там, ничего? Да, все, все, хорошо, ладно. И все. Почему себе не доверяла в тот момент, что ты, на себя же мы критичнее смотрим, чем есть на самом деле? Или как? Ну, да. Ну, возможно, но у меня проблема с тем, что вот я еще, я не могу спектакли свои смотреть. То есть, у меня... О, это вообще... Потому что ты себя, я себя по-другому вижу, ну, как бы внутренне, я своим внутренним ухом слышу, мне кажется, у меня голос другой. Это всегда. Мне кажется, что я... Меня, слава богу, озвучивали другие люди на фильме, потому что, да, нужно было приехать, сейчас перебью за ней, приехать на озвучку. У меня там три фразы. Ради трех фраз ехать в Москву за свой счет, озвучить, ну, это ладно, бог с ним, можно было бы, но просто некогда было, вот некогда. Спектакли, репетиции, прям вот мне дали сроки, когда нужно приехать. Я посмотрел по расписанию, вот, ну, некогда, я написал, говорю, потом мне Гришко говорит, да ладно, Сережа, я в фильмах снимаюсь, кто-то не может, я за него там сказал текст. Ну да, нормальная история. Да, вот, себя смотреть, я буду смотреть кино, на Наташку буду смотреть. Ага, на себя глаза закроешь. А когда, да, как в детстве там ужасы смотришь. А как тогда понять, справился ты или нет? Неужели только по мнению окружающих или людей, которым ничьему мнению ты доверяешь? Нет, там же есть режиссер. Нет, ну вот ты, ты как, вот ты должен же на себя посмотреть и понять, все я хорошо сделал или не все. Какой-то отчет перед самим собой или нет? Не знаю, я вот, вот даже в театре я очень редко смотрю, вот, есть же записи, я очень много чего не видела, очень много. Я верю режиссеру, который в процессе работы, естественно, поправляет, корректирует, делает замечания, ругает там, да все что угодно. Вот, и, ну, себе есть какое-то, ну, чутье того, что, что сейчас было? Вот, либо, ну, есть какое-то... А со стороны говорят, ух, как это ты, да? Это тоже обманчивая тема, потому что кажется, господи, какой ужас, а... Главное, чтобы зрителям нравилось, и вот... Хорошо. Ну, не знаю, я себе не очень доверяю в плане того, что вот, когда смотрю, я начинаю искать какие-то такие вот... Мелочи, детали о грехе. Детали о грехе, я понимаю, что это тоже важно, но, как бы, на озвучке все равно я это все увидела. Две минуты до конца у нас остается. Такой вопрос. На какие эксперименты, ну, допустим, с внешностью готовы ради... Ну, не ради вот, а вот, ну, ради роли? Вот на что готовы, Наташа? Ты вообще вот красивая женщина, вот ты на что готовы? Я на... Или на что не готовы, на что категорически не согласишься? Ну, если мне зубы по-настоящему выбьют, например, то я не соглашусь. А так все нормально. Ну, там, краситься, стричься, вот это все. Ну, отрастут. То есть ради работы, ради хорошей, да? Да. Сережа? Да, вот я решил для себя давно, что вот волосы я не покрашу в жизни. Ну, никак, не хочу, да. А ради роли, допустим, кино, ну, почему бы нет? Ну, это же, мне кажется, обычная вещь такая. Ну, для кино это нормально. Эксперименты какие-то. Конечно. Под образ. Да. Да, и насчет зубов тоже согласны. На все согласны. Да. Быстренько, да, минутка остается. В какой премьере в следующий раз вас видим? В какой? Косатка? Ну, видимо, да. Ну, Косатка, старый дом, видимо, да. Ну, у нас пока так все. Непонятно. У театра будет юбилей. Принимаете участие? Разумеется. Обязательно, конечно. Да? Да. Спасибо вам огромное. Я вам желаю, чтобы у вас было большое, ну, театральное, понятно, будущее, вы наши звездочки. И чтобы было огромное-огромное кинобудущее, чтобы мы приходили в кинотеатры, с удовольствием на вас смотрели и кричали не просто это наш второй слева в третьем ряду, да, а чтобы уже в главных ролях Сергей Ведрашко, Наталья Ионова. Спасибо вам большое. Спасибо. Можно ручкой быстренько помахать своим зрителям, своим друзьям. Спасибо еще раз, что пришли. Со зрителем прощаюсь до следующей пятницы. Проведите выходные с пользой и с удовольствием. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон!